Специалисты Управления по охране окружающей среды совместно с полицией провели повторный рейд по выявлению и устранению незаконных сбросов воды в реку Сатовка. Несколько месяцев назад садоводам уже были вынесены предписания на устранение нарушений. Что изменилось с того момента, узнавал мой коллега Григорий Борванин. Масляные разводы в акватории реки Сатовка образовались недавно. К такому выводу в ходе рейда по территории СНТ Ручеек пришли специалисты Управления по охране окружающей среды. Возможная причина их появления – труба, которая ведет к одному из садоводческих участков. Хозяин домовладения утверждает, на своей территории оборудовал дренажную систему. Через нее вода и утекает в реку. У вас без очистки сейчас дренаж идет все равно в реку. Дренаж? Какая дренаж? Вы понимаете, что за дренаж? Вы привели трубу к реке. Я понимаю. Она через септику у вас сейчас не проходит. Вы не установили пока септику. Поэтому в любом случае нам надо перекрыть вам сброс. В чистоте воды, утекающей в трубу, садовод не сомневается. Он согласен даже на проведение бактериологической экспертизы пропис водоема. Если я в чем-то буду виноват, я за все буду отвечать. Несмотря на уговоры не перекрывать водяной сток, специалисты заблокировали трубу, которая ведет в реку. Выявить места несанкционированных сбросов помогают местные жители. О каждом факте они сообщают в городскую администрацию. Мы провели уже два обследования. Мы посмотрели речку Македонка, выявили там сбросы. Мы посмотрели речку Сатовка, вот как раз на территории СНТ, ручеек, где вместе с Министерством экологии зафиксировали пять точек несанкционированных сбросов. Оформлены были все документы. У садоводов было несколько месяцев, чтобы добровольно устранить нарушения, но они этого не сделали. Поэтому специалисты затампонировали трубы. Также владельцам участков, с чьей территории ведется несанкционированный сброс воды, грозит штраф. Если на этот раз нарушения не будут устранены, трубы демонтируют, расходы по их утилизации возложат на владельцев участков.